Здравствуйте! Нам нужно выяснить, является ли соответствие приведенных ниже упорядоченных пар функцией. Перед тем, как ответить на этот вопрос, давайте вспомним, что такое соответствие и каким видом соответствий выступает функция. Сначала разберемся с соответствием. Предположим, у нас есть какое-то множество чисел. Можно сказать, что это входные данные. Это множество называется областью определения. Т.е. это все значения, для которых соответствие определено. А это у нас выходные данные, т.е. множество значений, которые соответствуют согласно соответствию каждому числу из области определения. Это множество называется областью значений. Все очень просто. Смотрите, например, 1 входит в область определения, и эта единица соответствует определенное число из области значений, например, 2. Давайте записывать так же, как и в условии. Пара входит во множество упорядоченных пар. Это всего лишь два разных способа записи одного и того же. Также соответствуем будет, если в области определения 2 соответствуется та же двойка из области значений. Запишем эту пару 2 и 2. Обратите внимание, я всего лишь придумываю соответствие, показываю их связь вот здесь, и потом записываю в виде упорядоченных пар. Допустим, в области значений у нас есть еще число 3, и ему соответствует… пусть это будет минус 7. Значит, следующая пара у нас будет 3 и минус 7. Если каждому элементу из области определения соответствует некоторый элемент из области значений, то такое соответствие называется функцией. Через минуту я покажу, какое соответствие не является функцией. Итак, функция – это соответствие, или отображение, или преобразование между элементами области определения и элементами области значений. Другими словами, если вы выбираете какой-то элемент из области определения, я нахожу соответствующий ему элемент из области значений. Если взять 1, то 1 соответствует 2. Возьмем 2, 2 тоже соответствует 2. А что для 3? 3 соответствует минус 7. Итак, этот ряд пар является не только соответствием, но еще и функцией. А теперь давайте посмотрим на соответствие, которое не является функцией. Опять-таки, рисуем область определения. Область определения может содержать бесконечное количество элементов, а не только 2 или 3, это я для примера так взяла. А это у нас будет область значений. И предположим, что в этом соответствии поступаем аналогично, 1 соответствует 2. Запишем еще множество порядочных пар 1 и 2. Допустим, 2 соответствует минус 3. Записываем 2 минус 3. И также 1 еще соответствует 4. Обратите внимание, одному элементу из области определения соответствует 2 элемента из области значений. Запишем эту пару 1, 4. Итак, это соответствие. Если соответствие задано именно так, то область определения только 1 и 2. Это однозначно соответствие, но уже не функция. Если мы, к примеру, берем из области определения 1, то какому элементу из области значений соответствует эта 1? Мы не можем точно сказать, что 1 соответствует 2 или 4. Это может быть и 2, и 4. Мы не можем однозначно сказать, какой элемент из области значений соответствует 1. Это 2 или 4. Непонятно. Поэтому такого рода соответствий функции не будет. Обратное возможно. Как, например, вверху. У нас 1 соответствует 2, и 2 соответствует 2. То есть 2 элементам из области определения соответствует 1 элемент из области значений. Ну что же, приступим к выполнению нашего задания. Давайте рассмотрим области определения и значения этого соответствия. Область определения в нашем случае или область всех возможных значений, которые мы можем подставить в функцию, хотя функция это или нет, мы сказать пока не можем. Итак, в область определения будут входить минус 3, минус 2, ноль. Далее идет минус 2, но минус 2 у нас уже есть, второй раз мы не записываем. И последний элемент множества – это 3. Это все возможные значения, для которых соответствие определено. Мы можем задать соответствие любое из этих значений и посмотреть, какой элемент ему соответствует. Теперь давайте разберемся с областью значений, т.е. с множеством значений, которые соответствуют элементам из области определения. Область значений – это 2, 4, 5, 6 и 8. Я могла изобразить два множества в виде таких облачков. Здесь же я просто записала, какие числа входят в область определения и область значений. Теперь давайте отметим связи. Первая пара минус 3 и 2. Минус 3 соответствует 2. Затем минус 2 соответствует 4. Нулю соответствует 5. Минус 2 также соответствует еще и 6. Интересно получается. Мы уже отметили, что минус 2 соответствует 4. Но также минус 2 соответствует еще и 6. И, наконец, последняя пара 3 соответствует 8. Нам нужно ответить на вопрос, является ли это соответствие функцией. Чтобы это была функцией, каждому элементу из области определения должен соответствовать единственный элемент из области значений. Если мы выберем число минус 3, то ему будет соответствовать число 2. Выберем число минус 2 и запутаемся. Элементу минус 2 может соответствовать как 4, так и 6. Мы не можем однозначно сказать, какое значение соответствует минус 2. И так как возникает такая путаница, то это соответствие нельзя назвать функцией. Одному элементу из области определения соответствует несколько элементов из области значений. Таким образом, это соответствие не является функцией. На этом все. До скорых встреч!